Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир и мы продолжаем играть в карьеру за Холл Сити. Так, в прошлый раз мы выиграли у Ливерпуля, а сейчас у нас впереди матч с Челси. Я немножко тут шерстил трансферный рынок и думаю на позицию под нападающими. Взять вот этого игрочка в принципе нормальный по стоимости, по характеристикам тоже более-менее. И хоть он инсайд, но думаю и под нападающим сможет сыграть. Хотя у него указано, что он только справа и слева играет в инсайда. Ну ничего, будет играть под него зарплата 20000. В принципе для нас нормально. Так, надо будет от этого просмотреть еще по возможности и вот этого неплохо бы взять. Поскольку ему зарплата 25000. Нормально. Немножко видите подвисает. Видно из-за того, что слишком много я игроков сюда натолкал. Надо будет немножко почистить. Самых дорогих надо будет вычистить. Вот этот неизвестный какой-то. Надо, чтобы за ним последили. Так, еще такие новости. Хаус Сити успел сыграть матч с Сток Сити вроде бы. Тут по календарю получается нету этого матча. Вроде как. Сейчас я посмотрю. Арсенал. Так. Ливерпуль. Ну в принципе. Нет. Они вроде бы сыграли Суонси. Да, вроде бы Суонси. Вроде бы Суонси. В какой форме играли против них. И сыграли 1-1. И знаете, кто забил за Хаус Сити? Палка, которая стреляет раз в год. Дэнни Грэм. Забил свой первый мяч в премьер лиге. Однако. Да, на него больше нежды было. Ну что есть, то есть. Так. Ну какое-то письмо пришло еще. Из конференции. Ну давайте. Уже взаимовременно. Покритикуем его. Так. А вот смотрите. Мои запросы. Довольно таки приличные суммы. Мне гнули. 6 лимонов за косами. У этого 4600. Короче. Нет у нас таких денег. Так. И еще. Недавно прошел матч Лиги Чемпионов. Последний уже в группе. Играл Шахтер. С Манчестер Юнайтед. На выезде. Проиграли 1-0. Но в итоге. Прошли в Лигу Европы. А не в Лигу Чемпионов. Надо было побеждать Манчестер Юнайтед. Ну что сделаешь. Так. А нам сейчас нужно побеждать Челси. Так. Думаю многие из вас слышали о новой системе. Которые ввели. Системе идентификации контента. Которые ввели на Ютубе. И как многие летсплейщики на этом погорели. Вот например. Сейчас играет музыка. И скорее всего. Я получу. Предупреждение по ней. У меня будет предупреждение в виде. Ээээ. В мист. Третьих сторин. Хотя может быть и заблокировано в некоторых странах. Видео. Ну. Попа. Посмотрим. Как будет. Вместе. Надеюсь что пауз в игре будет сегодня немного. У нас кончается пауза перед игрой. Нам времени хватит. Пока я получал только. Пару лишних. На старое видео. Подупреждение. Хочу сверить. По содержанию третьих сторон. И. Блокировку на некоторые страны. Заслужили одна из тех команд. Которым доверяет куда меньше чем они того заслуживают. Они очень качественно выполняют простые действия. Выдают результаты которые приносят им. Заслуженное место в середине турнирной таблицы. Это надежные ребята. Сегодня очень важная игра. Первая игра против бывшей команды. Вот это всегда интересно. Как игрок выступит в такой ситуации. Как хорошо должен выступить. Если хреново. То я ему потом. Долго буду это вспоминать. Так наша стандартная расстановка. В прошлом матче у нас довольно таки неплохо получилось. Сыграть с Ливерпулем. Видно все таки. Не зря я поменял. Вид с камеры. Так. Дебрюйне. Кстати. Дебрюйне в Ливерпуле. Сейчас. Извиняюсь. Зацепил микрофон. Так. Виллиан. Бывший игрок шахтера. Так. 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 Поставим на Дебрюйне. Ливермора. Так. Ба. Вроде бы все. Поехали. Мы можем увидеть расстановку игроков в статике. Пока про игру мы не знаем ничего. Но первый удар к мячу состоялся. И с каждой секундой будем узнавать про нее эту игру красавицу все больше, и больше, и больше. И обратно. Развивается атака Челси и грозит привести к опасному моменту. Ха! Давай, Алюко! Блин, давай, Туис перехватил. Проверяйся. Вот это мы и называем плотностью игры. Некое подобие стенки. И все-таки до конца защитник мячом не заводится. Эшли Коул? Ну конечно же, это Эшли Коул, который с удовольствием подключится к атаке. Алюко. Рамирес. Коул. Давид Лоис. Атака. Этот неудачный подкаст должен освободить свободную зону для атаки. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворота. Блин, не получилось. Хех-хех. Лежать. Ух-хех. Ух-хех. Как выдал пас. Чуть не разрезали, в принципе, нашу оборону. Вот это подвисло. Вот это подвисло. Плохая передача, но еще бы ее не перехватил. Молодец, Ливермуд. Молодец, Ливермуд. Спокойно, ребята. Тут Дэнни Крем. Так. Рэм. Так. Не давать им разогнаться. Азад. Так. Грэм. Грэм. Не нужно. Там руки случайно не было. Промерес. Азад. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. Так, Давида Луиса надо просмеховать. Молодец Эль-Мохаммеди. Блин. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Мы вот играют друг с другом вдвоём. Блин. Мяч отобран у игрока, но ещё, как говорится, не присылаю. Жёлтенькую кому-то покажешь. Вполне заслуженная жёлтая карточка. А что ещё можно было здесь ожидать? А, за этот фолл. Какая-то у Виллиана притча ненатуральная. Программа так легко не остановишь. Мощный довольно-таки. Пацанчик. И... Гратор наблюдает. Накуража. Верно. А вот и стремительный кол. Опасен, как настоящий форум. Нурмит. А небольшие вороны. Семь метров с лишним нападивник попади. Этого не попал. Бежали всё-таки. Ну? Дабри Юнэ не справился. Так, спокойно. Спробируют. Давай, Грэм, а, это Брэйди. Далее, ушёл. Там фигуро. Так, Грэм, прессингуй. Никогда не нравится болельщикам передача вратарис. Думал, надо биты забивать. Так, пройди. Блин. Ливермор. Фух. Даже неплохо так сыграли. Первый тайм. А, это вроде бы Эсиен выбегал, да? У него такая притча, и вроде бы у него пятый номер. Так, ну, в принципе, состав нормально. Так, а это мы играем дома ещё у нас. Так. Так. Не попал. Хотя было близко. Челси Грамма, в принципе, обороняется. Особенно так не получается продвигаться к их оборотам. Вот на Грамма получилось отдать. Блин. Пробежал мимо. Девушки отдыхают. Так. Не ваше заявление российские почвы? Встречать ему уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Да я бы даже сказал, он клоуны из него сделал. Напрашивающийся под штрафную. Блин. молодец кауш а люка и вот такие минуты защитник как раз и кажутся атлетом который вот шанс забить попадает от полевого шага ушел в ад вот выигран очередное единоборство и на соперник это может действовать даже психологически так построим посмотрим что у нас с заменами вижу игроки подустали так рада устал брэдди ладно вместо брэдди можно выпустить и queen а вместо корина можно выпустить это так и махом я пока не хочу менять и ходов стол на тоже какой добычей если бы все вратари играли так уверенно такой ответственный момент ничья по-прежнему нарушение правил фиксирует кому мне ну тут у реферя не было никакого выбора никто бы не понял если бы он не сместил сейчас азар азар это опасно так надо посмотреть персоналку там где брюйный азар на левый флаг да ну ладно аль-мохаммаде будет ему противостоять перехват сирене поля обратная передача вот из таких моментов голова оставит не только учился у любой команды уходим так али-ка так queen ливермор поприжать надо до брюйня молодец макрегор макрегор уперлась атака во вратаря а они уж думали что вышли вперед дудки спокойно ребята так мне наверно надо менять ходов стола не хочется но надо он очень устал допустим мейлера допустим мейлера так спокойно мяч у нас тихо не что нам сделают мяч мяч ворота не в тени в другие и уже очень-очень давно думаю надо бить Таффрайт вроде бы вырывался. Мата выходит. Так, надо персоналку переназначать. Вот видите уже тут мата. Так, навешивать будет Эль Мохамеди. Как это почти всегда бывает, защита снимает вверх. Будет ли подача? Блин. 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 Сам по себе процент владения мячом он не так много определяет, потому что в эти 50% владения, да, одни могут сделать вот это, а другие вон то. Вот еще одно табло может быть такой как мы имеем, а может быть и оборот. Блин. Блин. Зараза. Ну как так. Калаш там терся. Не то слово удивил. Ну это же последний удар в матче. Ну точно последний. И этот удар победный. Так Эль Мохамеди. Да. Надо было так на последней минуте упустить. Зараза. Какие ребята сегодня набрали у своих болельщиков. Да. И на следующую встречу им придется уже выходить в совершенно ином статусе. На них уже никто не будет смотреть как... У нас удары поворотом, смотрите. 4, а всего 5. У них 3. А в створ только 1. Мммм. Нету слов просто. Точность пас получился 91%. У нас 84. Что довольно таки немало. Я надеюсь хотя бы на ничью. Вот такая херня. Так. 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 Переходим дальше. Так. Давай. Там Брейди что-то хотел. Хорошо Брейди. Я постараюсь поднять тебя. О. Есть. Армстрон нападали. Так. 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 Стоп. Стоп. Никто нажал. Повторим дальше. Угу. Так. Теперь мы можем купить. Так. Я кстати сохраню сейчас. Так. 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 ну давай загружайся в список так давай купим этого товарища 2 900 можно еще кого-то предложить кстати где у нас ненужный игрок какой-то бой бойт наверное его еще оставлю на всякий случай о можем вот этого предложить там 400 стоил да так а мы предложим 2 лимона 2 500 вот так как то подтормазывает список что поделаешь левандовский хочет манчестер сити купить но удачи так а мы дальше будем играть помню фильм смотрел когда-то он назывался или футбол или как там точно уже не помню так вот фаны милова и вестхэма то самые заклятые враги в девяностых вроде бы в девяностых было именно разгул этих так сказать футбольных фанов в англии которые приходили на футбол чтобы подраться а не посмотреть собственный футбол их называли фирмы вроде бы эти группировки самые жестокие драки происходили между миловом и вестхэмом именно их них их ними фанами вот такая вот бодяга так и этот матч наверное я буду играть не на запись буду уже показывать с фулхэма и тут я завершу данную серию так что всем спасибо за просмотр если понравилось можете ставить пальцы вверх уже наконец-то начало что-то получаться и до встречи в следующих сериях всем пока пока